всех приветствую сегодня у нас будет на разборе компания mitsubishi corporation изначально это видео я готовил эту презентацию готовил только для подписчиков the wall street pro сайта по аналитике которую мы делаем одно и решил что все-таки одну японскую компанию нужно презентовать широкому общественности потому что вы в основном инвестируйте в американские акции чуть-чуть европейские ну и российские и совершенно забыли что есть другие уголки мира и там есть очень неплохие компании конечно не могу назвать что mitsubishi corporation является супер мега какой-то такой компании в которую нужно срочно инвестировать но по крайней мере я вам хотя бы одну японскую компанию расскажу чтобы у вас было понимание и так перед нами mitsubishi corporation это одна из тех компаний которую вложил уоррен баффет напомню он купил на свой пункт 5 японских трейдинговых компаний сейчас я вам попытаюсь рассказать что это за трейдинговые компании чем они занимаются какие у них долги какие у них цели какие дивиденды то есть и мы попытаемся с вами понять вообще почему уоррен баффет покупает подобное вот ну усаживайтесь поудобно поудобнее и давайте начинать вообще mitsubishi наверное у вас и мы как говорим в россии mitsubishi воспринимается как наверное автомобиль да там какой-нибудь outlander или еще какой там pajero вот но на самом деле mitsubishi corporation относится к производству автомобиля mitsubishi только так немножко уже опосредование опосредованно а потому что mitsubishi motors это отдельная компания который есть который владеет не на немного mitsubishi corporation на самом деле интересы mitsubishi я буду называть по-английски corporation рассредоточены по очень многим секторам и по сути а что такое трейдинговые вот эти японские компании эти трейдинговые компании они представляют собой большой портфель разных бизнесов и сейчас мы с вами о них поговорим итак начнем опять с истории я уже когда при разборе компании сумитома и mitsubishi уже рассказывал про трейдинговые компании японии но еще раз повторим то что было в конце 19 века с приходом мэй дзи происходит изменение японской политики на тот момент япония была усиленно отстала отстала от западных стран от америки от европы и был риск того что японию просто превратят в колонию западных стран в итоге японцы приходят ко мнению что нужно трансформироваться делать это достаточно быстро чтобы не стать этой колонии в итоге призываются международные специалисты из америки и англии там франции германии чтобы начать наладить производство промышленное производство в японии в этот момент в японии зарождается сама япония как таковая появляется флаг японский появляется какой-то вид государственности современной они отсталой который был до этого но и в этот момент зарождаются как раз таки крупнейшие на тот момент и вообще в будущем японские трейдинговые компании суть этих трейдинговых компаний на начальном этапе вот вы видите тут трейдинговые фазы показано это просто купи-продай привай привези в японию что-то из запада и вывези из японии что-то отвези на запад этот процесс продолжался достаточно долго то есть эти трейдинговые компании занимались в основном ресурсами товарами потребительского спроса и по ресурсами такими как нефть такими как газ металлы и так далее но в основу это был трейдинг но уже начиная в середине 80-х годов стратегия этих крупных трейдинговых компаний в том числе митсубиши меняется на тот момент япония очень хорошо выросла япония в середине 80-х годов шла второй была в мире по ввп обгоняли все все европейские страны единственно кого не могла япония тот момент по ввп обогнать это был соединенные штаты америки и это происходило за счет того что было достаточно дешевая на дешевое производство в японии они распространяли свои автомобили технологии по всему миру и захватывали рынки но это не очень в конечном итоге понравилось америки не очень понравилось британии и по сути своим политическим давлением они заставили японскую иену укрепиться в итоге иена укрепилась 250 за доллар до 150 это привело к тому что в середине 80-х лопнул биржевой пузырь в японии и японская экономика ушла в рецессию в этот момент торговать стало сложно и компании такие как митсубиши начали думать о том как же все-таки трансформировать себя и один из этих путей было это начать покупать доли в крупных газовых и нефтяных месторождениях в 2000-х они стали покупать доли уже в майнинговых компаниях уголь медь и другие в зависимости от того что это было за трейдинговой компании на что на чем она делала свой упор ну допустим митсубиши делала упор именно на энергетическом угле и на меди да в то время как другие компании типа митсуи суме тома там делали упор на каких-то других металлах и допустим на не энергетическом угле она уже угле для электростанции примеру и в 2000 2000 10 мы далее уже компаниям расширялась за счет того что приобретала доли бизнеса уже в совершенно в разных секторах от агробизнеса то там автомобильный бизнес у них и так был но там авиакосмический в электростанциях и так далее так далее то есть максимально старались диверсифицироваться идет к текущему дню 2020 году компания подошла с огромным багажом бизнесов сейчас бизнесы компании разделены на 10 секторов ну сейчас вернусь назад если посмотрите на вот этот график то вы увидите то единственный убыточный год у компании за всю историю был в 2016 году когда цены на комодити спровалились до этого компания всегда была зарабатывала своим акционерам деньги сейчас бизнес митсубиши разделен на 10 основных направлений это природный газ индустриальные металлы нефти нефтепродукты минеральные ресурсы индустриальная инфраструктура строительства индустриальной инфраструктуры автомобильный бизнес индустрии еды потребительской индустрии решение для энергетики и так замы городское развитие пока по каждому сейчас мы с вами поговорим и так давайте начнем первое это природный газ как и большинство крупных корпораций считать что у нас будет постепенный переход от угольной генерации к генерации на который выделяет меньше co2 ну и соответственно газ один из таких точек точек роста которые компании видеть поэтому они активно сейчас вкладывают в проекты то есть они участвуют как деньгами покупать какую-то часть проекта по сжижению природного газа по добыче природного газа и мы можем посмотреть по всему миру у них есть соответствующие точки сахалин 2 проект в котором участвует компания mitsubishi как раз по газу следующий сектор это индустриальные материалы сюда входит это карбон это у нас кварцевый песок это производство стальной продукции это поливинил это у нас цемент и различные бетон концентраты и так далее то есть они производят эти материалы добывают производят перерабатывают и продают но в том числе идут уже более высокий передел продают самим себе допустим там своей же mitsubishi отдают эту часть то есть они постараются максимально добавлять стоимость к производству следующий направление это нефть ну скажем так топлива и нефтехимия нефти нефтехимия здесь они выделяют добычу переработку нефти перерабатывают они это все естественно в основные виды топлива дизель бензин даже здесь делают так называют пилец это деревянный папа лет или пиле это правильно для электростанций это называется уже биотоплива также минеральные ресурсы производит то есть различные нефти и продукт продукцию различные нефтехимии то есть они как и добывают перерабатывают продают так и используется для электростанций для газовых станций для то есть они стараются максимально везде присутствовать то есть от добычи энергии энергии до ее переработки в различные виды и на дальнейшей продажи минеральные ресурсы это то что в 2019 году принесло больше всего денег компаний под минеральными ресурсами у них здесь их два дивизиона которые занимаются как добычей от части дивизиона так и продажей этих ресурсов но конкретно именно митсубиши специализируются на металлургическом угле у них есть проекты в австралии совместно с bhp биллитен и у них большое количество в основном конечно в южной америке это проекты по добыче переработки меди то есть допустим такой известный медный проект как эскандида в которой находится в чили и одни из лучших по качеству и легкости добываемые медные рудники на этом они делают колоссальные деньги на текущий момент медные рудники приносят им львину ну и скажу так большую часть дохода нет если по-другому сказать если разбить все направления бизнеса то именно медные рудники приносит им больше всего денег идемте дальше индустриальная инфраструктура вот индустриальная инфраструктура в 2019 году к сожалению принесла убытки что это за такая индустриальная инфраструктура это уже скажем так высокотехнологичное производство они делятся на три части это создание в создании заводов то есть они дают свою экспертизу о том как создать с нуля завод построить этот завод как создать там необходимые станки оборудования в том числе дать в аренду если их нету и они занимаются в том числе производством запчастей и инфраструктуры для авиакосмической отрасли для кораблей для в том числе проектов спг то есть какие-то машины оборудование все это но сажение 2015 году этот проект это направление давал убытки нежели прибыль как раз то почему вы знаете митсубиши это автомате как раз автомате авто раздела авто авто давайте так вот automotive and mobility называется это куда входит дивизион по производству автомобилей митсубиши и запасных частей для митсубиши их экспорт продажа маркетинг и так далее также они занимаются производством автомобилей isuzu isuzu производство продажи финансирования то есть когда вы покупаете в кредит это тоже будет заниматься митсубиши пост продажные обслуживание экспорт в разные стороны страны мира и соответствующие бизнесы вы ведь еще не устали какое количество бизнесов есть митсубиши индустрии еды сюда входит разработка производства и продажи различной еды их ингредиентов товаров медикаментов агрохимии агрохимии да там всякие жучков травить и так далее наверное или там подпитка для фруктов и овощей называется food ресурсов дивизион это производство производство и продажи зерна дальше в свежей рыбы по свежих продуктов производства они при они участвуют в проектах по производству скажем так салмон это у нас а тяжело в режиме реального переводить в общем семгу они добывают свежую рыбу мясо рис овощи и прочие продукты то есть заняты и в этой индустрии потребительская индустрия здесь у них есть собственные супермаркеты есть собственно производстве продажи одежды товаров медикаментов обслуживание госпиталей с готовой едой различные лайфстайл спорт бизнесы упаковочные бизнесы логистические бизнесы и так далее так далее ну и последние два осталось у нас это так сказать power solution то есть решение по энергетике здесь у них два дивизиона это так называемый природный дивизион бизнеса куда включается разработка производства и батарей соответственно сделать дальнейшее это обслуживание и производство водородных двигателей вот водороды водородных двигателей и второй дивизион у них здесь это непосредственно генерация электричества трейдинговый бизнес который с этим связан но тут это power solution и на последних бизнес это городское развитие куда входят три направления это непосредственно городская инфраструктура ее создание это допустим создание электро не электро скажем правильно допустим вы видите на картинках у вас видно там трамвайные пути вот они строят различие в юго-восточной азии снабжение в водоснабжение городов вот эта инфраструктура все это от проектирования до создания до непосредственно механизмов которые качают эту черт подери воду и конечно же большой дивизион у них это недвижимость они строят здание они сдают их в аренду они их продают то есть то есть реально конгломерат который занимается всем 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 но по итогам девятнадцатого года большую часть денег из почти 600 миллиардов иен принесли 250 это минеральные ресурсы а второе это of automotive and mobility то есть автомобильный бизнес ну и третье место это природный газ остальные сектора где-то примерно принесли одинаково где-то по 30-35 миллиардов иен и что касается теперь кстати по иенам скоро наверное наш рубль будет столько же стоить сколько иены к доллару сколько на час там я на в районе 105 на 110 за доллар я думаю на нашем веку мы еще с вами видим рубль по 105 110 к доллару и наш поэтому когда мы говорим что такое 590 миллиардов иен вот читайте уже скоро будет столько же рублей примерно да то есть можем уже ену скоро к рублю приравнивать теперь что касается сладкого крица на сладкой оставляем что это дивиденды простите дивиденды платится ежегодно платится два раза в год на текущий момент равными платежами дивиденды и последние годы стремительно росли пишу в режиме реального времени без топ кадров поэтому горло уже под пятнадцатую минуту пересохло начнет была стратегия наращивать эти дивиденды и в дальнейшем расти но на пути случился 2020 год и к сожалению уже не получается это хорошо сделать тем не менее компания в последнее время неплохо так делали байбеки то есть на оставшийся кэш они выкупали собственно акции с рынка видимо это в том числе привлекло уорона баффета ему нравится когда компания выкупать собственно акции с рынка ну и дивиденды если посмотреть в разрезе во первых последних пяти лет и коэффициент выплат то есть мы можем видеть в 2016 году выплатили 80 иен 2021 ну 20 у сейчас у них идет 20 21 год здесь они выплачивают 134 иены это ну если опять же не брать плохой год 9 за 19 год они выплатили около всего лишь 30 процентов от чистой прибыли она дивиденды и 37 прошу прощения 37 процентов о чистой прибыли выплатили я слышу просто меня терминал в одну как говорит 37 процентов они выплатили у чистой прибыли что в принципе говорит о том что коэффициент выплат небольшой а при этом дивидендная доходность но по текущим ценам около 5%. Что касается налогов. В налоге берут 15% с дивидендов, то есть близкая к российской ставкам получается, и вы получаете уже доходы в иенах. Иена, напомню, является валютой-убежище, то есть по сути вы покупаете акции конгломератов, которые есть все и вся, при этом дивиденды в иенах, что в принципе неплохо для диверсификации в портфеле. Идемте дальше. По долговой нагрузке. В последние годы компания стремительно снижала долговую нагрузку. На текущий момент отношение капитала к долгу составляет 24%, то есть 24% от всех активов это долг, а остальной капитал, поэтому это говорит о том, что компания весьма и весьма на текущий момент чувствует себя прекрасно. Кредитный рейтинг у него в компании весьма высокий, то есть рейтинговое агентство оценивает ее как компанию, у которой нет проблем с долгом. Теперь, что касается 2020 года. Значит, здесь, к сожалению, поскольку компания ресурсная, занимается от недвижимости до нефти, нефтепродуктов, газа, как вы видели, автомобильной отрасли, эти сектора пострадали, безусловно. И вместо хорошей сочной прибыли компания в этом году, скорее всего, потеряет где-то 50%. То есть падение по чистой прибыли будет 50%. Но с учетом того, что коэффициент выплат дивидендов был в районе 37% прошлого года, то получается, что на текущий момент текущая прибыль, даже при том, что она упадет в два раза, легко перекрывает дивидендные платежи, и компания на этот год не собирается никакие дивиденды срезать. Поэтому вы получите... Ну, кстати, буквально через... Вот я записываю 28-го, но это видео выйдет чуть позже, уже, скорее всего, после дивидендной отсечки. То есть будет сейчас дивидендная отсечка, и выплатят первый дивиденд как раз в конце сентября. И, ну, на следующий год будем надеяться, что все восстановится. Тем не менее, этот год, конечно, будет плохим, но и компания все равно не собирается срезать дивиденды. Теперь, где падение было? Ну, вот можно прямо увидеть, слева если падем, природный газ с 28,5, да, падение до 7 миллиардов иен, 75% падения. Падение, ну, практически по всем секторам, за исключением нефтехимии. Здесь они каким-то чудом, получается, зарабатывают деньги, вот, за счет того, что у них были, видимо, хеджи, вот они пишут, rebound from derivative evaluation profit, то есть восстановление за счет деривативных переоценок profit получился. Что еще, где немножко, индустриальная инфраструктура дает в этом году, немножко денег, ну, и еда дает денег, power solution, ну, особо не упала, но urban development, к сожалению, упал. Здесь, естественно, было не до городского развития. В целом, видите, сектора практически все упали, основные, которые кормят минеральные ресурсы, дали минус 66, природный газ минус 75, ну, вот, это вот падение потребления. Теперь, что касается вообще последних лет, что у них там было. Последние годы мы можем видеть, что свободный денежный поток примерно колеблется в районе 400-400 миллиардов иен, то есть плюс-минус где-то он так и ходит. Это при том, что, смотрите, 16-й год был самый минимальный свободный денежный поток, 196 миллиардов иен. И это при том, что в 16-м году у них был единственный за всю историю отрицательный чистая прибыль, минус 93 миллиарда иен, при том свободный денежный поток все равно перекрывал дивиденды. Я не знаю, как удается этим компаниям так делать, но они прямо реально красавчики. Теперь, что касается цены. Mitsubishi, если мы с вами посмотрим, то после падения в 2000... вот с 2008 по 2009 год было сильно падение с 4000 иен до 1000, то есть там 75% сократилось. С тех пор мы наблюдаем такое постепенно с высокой волатильностью движение вверх. То есть то вниз, то вверх, то вниз, то вверх. Вот мы где-то сейчас находимся на среднем уровне среднего колебания. Можно даже чуть-чуть ниже, если повернуть правильно. Что здесь можно сказать? Покупать, не покупать? Смотрите, мы должны понимать, что Buffett купил сразу пять компаний. То есть он не выбирал, что лучше Mitsubishi или лучше там Mitsui или лучше Sumitomo компания. Он решил, что тут вдаваться какая лучше не приходится, поэтому купил сразу все. А каждая из этих компаний – это конгломерат, который включает в себя огромное количество бизнесов. Ну, а в среднем там от 900 до 2000 компаний, которые они контролируют. То есть это просто колоссальный бизнес. Вот мы видели с вами. От супермаркетов до добычи и сжижения природного газа. То есть там есть все. Производство запчастей, автомобилей и каких-то консервных банок и производство одежды. Каких-то услуг по аренде офисов, производство этих, создание этих офисов. То есть покупая такие компании трейдинговые, как Sumitomo или Mitsui или Mitsubishi, вы просто покупаете сразу диверсифицированный набор бизнесов. Конечно, есть некий уклон. То есть у этих компаний уклон все-таки идет в сторону commodities, то есть производства commodities. И это надо как бы брать на вооружение. Тем не менее, денежные потоки более-менее ровные. Притом не скачут так сильно, как скачут сами commodities. Да, зависимость есть, но она не такая прямолинейная, как непосредственно при… если вы купите, допустим, ГМК на ревеский никель или какую-то другую компанию, которая занимается чисто производством commodities. Что делаю я? Я, наверное, так же, как Buffett, покупаю эти компании. Я хочу диверсифицироваться. Я хочу получать тоже, черт по деревья, в йенах доход. Потому что у меня до этого не было ни одной японской компании. Поэтому я вместе с Buffett сейчас вот я каждую компанию разбираю. И после этого ставлю заявки и покупаю компанию в Японии. Что нужно знать? Нужно знать, что минимальный лот – это 100 акций. То есть, если вы видите сейчас стоимость там 2600 за Mitsubishi, то это нужно купить аж на 260 тысяч. Это минимальный вообще лот покупки. Что не очень удобно, потому что если вы хотите там купить условный… ну, опять же, 260 тысяч надо там на курс рубля, пускай это где-то там 180 тысяч рублей. Это минимальный заход будет в такую компанию. Самый дешевый, по-моему, там Sumitomo был. У него там 1300 йен. То есть, минимальная покупка будет там рублей на 70 тысяч. Да, то есть, это, конечно, не очень удобно. Но вот так устроена система торговли в Японии. И, кстати, в Гонконге тоже есть некоторые активы, которые только по 100 акций торгуются. Что ж, мы еще раз смотрим отдельно еще две компании, которые купил Уоррен Баффет. Поэтому, если будет интересно посмотреть компании Mitsui, Sumitomo, которые мы разобрали, пожалуйста, приходите на сайт Wall Street Pro, в поиски забивайте и смотрите. Ну и две другие компании тоже в поиски забивайте и смотрите. Они будут в течение, наверное, этой недели уже тоже готовы. Я их сделаю разбор. Спасибо за внимание. Надеюсь, разбор немножко понравился. Не понравился. Я очень глубоко старался не углубляться, потому что, честно говоря, компании новые и вот так вот сходу в них разобраться сложно. Тем более, смотрите, какое количество бизнесов, мелких бизнесов. Ой, там можно неделю читать и голодовой отчет, чтобы просто немножко вникнуть в это. Все. Спасибо за внимание. Увидимся на других темах, в других разборах. Всем пока. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok